Как вы считаете, поможет ли приватизация космических путешествий исследованием глубокого космоса? Это должно было случиться давным-давно. Я... Итак, да, я в принципе в чем-то с тобой согласен, ведь, да, должно было случиться давно, но правительство все равно должно знать, что там происходит. Давным-давно, уже в 1962 году, мы знали, как достичь низкой орбиты. Так что давным-давно. Это так, это так. Но это не исследование космоса. Я абсолютно согласен, что частные предприятия идеальны для низкоорбитальных исследований. Это не НАСА. Там скучно и неинтересно, и ты можешь и обобщить. Тут дело не только в частных исследованиях низких орбит. Рискованные частные предприятия, где угодно, предваряются государственными инвестициями во фронтир, границы науки, а именно там НАСА должно обитать, на границе, на двигающейся линии фронта. И... И когда... Когда граница двигается, позади остается рутина, задачи для каких-то определенных сфер, и их почему-то не дают решать частным предприятиям, которые справились бы куда лучше, чем государства. Но на границе, где опасность, большие расходы, все риски вовлечены в степень, и все это одновременно, там нет никакой рыночной ценности. И, следовательно, правительство должно делать первые шаги, иначе их не сделает никто. Вот почему у почты нет собственных авиалиний, они арендуют отсеки у существующих. Девять справятся эффективней. И это правдиво для любой научной сферы. Например, медицина. Бизнесу не интересны фундаментальные исследования, они длятся целую вечность, никто не возьмет такой риск. Это можно приложить к любой. Да, и очень важно. Сейчас говорят, что нужно вкладываться в исследования, имеющие немедленный выхлоп, но на самом деле правительство спонсирует исследования, в какие бы ни пошел частный бизнес. Ведь прибыль будет через поколение, но по сути 50% нашего валово-национального продукта зависят от фундаментальных исследований, происходивших давным-давно, и только правительство может их поддерживать. С этим согласны все, но из-за чего мы и согласились, и те, кто клонились. Ты занят планетарной наукой, и ты, Брайан, тоже интересно, что бы вы в этом думаете? Ведь многие бы ученые, я в их числе, сказали бы, на границе не нужны люди. Та граница, на которой работает НАСА в космосе, та граница, где НАСА делает реальную науку, не требуется 45 литров воды. Я говорил не о науке, а... Не-не, я не... Ладно, тут есть разница. Если заниматься в космосе только наукой, да, людей посылать незачем. Посылают роботов, ты согласен. Даже геологи, которые все отдали бы, лишь бы попасть на Марс с молотком, все отдали бы. Если дать геологам выбор, я могу отправить туда тебя, или целую сотню космических кораблей, марсоходов в сотню разных точек, они бы тут же выбрали марсоходы. Но это неправда, это я о геологии. Многие бы мои коллеги не согласились, они считают, что геолог лучшие марсоходы. И я тоже так считаю. Не-не, ты им предлагал сотню марсоходов, сотню разных мест? Да. Знаешь что, я даже говорил, что на самом деле может быть и тысяча марсоходов, потому что, дай мне закончить Нил. Можно послать марсоход на Марс за те же деньги, за которые снимают фильм, где на Марс посылают Брюса Уиллиса. Да. А вот если сказать геологу, что это билет в один конец, о чем я с ним и спорил, они все равно хотят? Все равно хотят. Тогда они просто психи. Чего тогда говорить с такими геологами? Ребята, если позволите кратко рассказать о Planetary Society, мы боремся за благое дело, за повышение бюджета, за исследование планет. Мы боролись полтора миллиарда лет, а выбили всего лишь три миллиона. Наша деятельность под угрозой. Скоро в НАСА будут планировать бюджет на 2014, фискальный год. Если вам больше нечем заняться, зайдите на planetary.org и поддержите нас, потому что мы заявляем, что НАСА — главное по науке, а планетарная наука — главное среди наук. И мы были бы рады, если вы нас поддержите. Это очень важно. Это чрезвычайно важно. И, кстати, было подсчитано, что марсоход, сконструированный лучшими инженерами марсоходов, управляемый лучшими учеными, то есть водителями марсоходов, которые работают с лучшими учеными, так вот то, что они делают неделю, человек успевает за минуту. Да, но... Я согласен, но... Человек не успеет объездить сто разных мест на планете. И на самом деле человеческая работа заключается в привнесении жизни на планету. И так далее, да. Но тут видишь, что 10 тысяч к одному превратятся в миллиард к одному. Мы туда доберемся. Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. Да, но еще один момент. Давайте обсудим эту тему подольше. Людей еще нужно отправлять, потому что в космических путешествиях они могут погибнуть. И это интересно. Интересно, погибнут ли они. И... Какой... Знаете, какой-то Наскар. Что? Ты будто говорил о Наскаре. Но дайте задать вам... Но дайте задать вам вопрос. Мне кажется... Ладно, я спрошу тебя. Когда я вижу фотографию с марсохода, она меня восхищает куда меньше, чем фотография астронавтов. Потому что астронавта камера, а марсоход — это просто его часть. Дай скажу, почему это неправда и почему ты ошибаешься. А хорошо. Большинство людей не знает, что роботы и луноходы уже были на Луне, когда там высадились люди. Но о них мы ничего не знаем, потому что СМИ интереснее астронавты. Это через них мы получаем косвенный доступ в космос. Потому что у них есть мозги, детские воспоминания, есть школьные учителя, с астронавтами можно поговорить. И что-то я не видел торжественных парадов в честь роботов. И я признаю, что если одновременно на Марс приземлиться Кьюриосити, и в то же время приземлиться астронавт-человек, вы бы и слова не услыхали о Кьюриосити. Его бы задвинули страницу на 30-ю, а на первый был бы человек ступил на Марс. И эта сила, что влияет на науку, намного меньше, чем робот, имеет гораздо большее влияние на культуру. Вдохновляет целые поколения повторить этот подвиг. Мое поколение! Мое поколение! Когда спрашиваешь моих коллег-ученых, стоит ли послать людей в космос? Нет, слишком дорого. Лучше роботов. И я спрашиваю, как же они сами заинтересовались в космосе? Ой, из-за программы Аполлон. И тогда я их лупцую. Бью им по роже. Но с другой стороны, с другой стороны, если помните, если бы Аполлон-13 не был бы таким трагическим провалом, если бы его не отменили бы, из-за него отменили три миссии. Было три. Три Аполлона. Целых три ракеты пролежали без дела на земле. Если бы они были так заинтересованы, зачем же тогда они отменили три рейса? Это заблуждение. И я объясню, почему. Это... Это не заблуждение, это факт. С фактами не поспоришь. А вот сейчас и посмотрим. Итак... Извините. Тут все упоминали свои книги, пора и мне сказать о своей. Да вроде никто не говорил о своих книгах. Моя недавняя книга называлась «Космические хроники», но изначально название было другим. Название было «Проблемы с запуском». «Мечты и заблуждения энтузиастов от космоса». Издатель сказал, «Она слишком депрессивна, не вставляй слово «проблемы» в название». Но она именно об этом. То, что ты упомянул, полное заблуждение. Оно предполагает, что мы летели на Луну ради науки. Предполагает, что мы летели, чтобы ее исследовать. Но мы не ради этого летали на Луну. Господи, Боже, вовсе нет. Ну, конечно же, нет. Мы летели на Луну, потому что мы участвовали в войне. Спутник был не какой-то космический аппарат на орбите. Это была переделанная баллистическая ракета. Они убрали боеголовку и поставили радиопередатчик. Военные это знали, и поэтому у НАСА были деньги. Научный бюджет НАСА в те годы в среднем был процентов 25 ВВП. А все остальное для геополитических целей. Ясно? И я же не хочу умереть в войне. Вот почему мы тратили столько денег. Как только мы узнали, что русские не полетят на Луну и вообще не собираются на Марс, тут же отменили программу. Это никак не связано с общественными интересами. Ладно, дайте... Я понял, дайте мне... Я понял, я сбавлю обороты. Дайте мне вернуть все к нашей теме. Я замолчу. Нет, ты не замолчишь. Но... Думаю, действительно важно указать, что был политический контекст. И более того, сам Бас Олдрин говорил об этом перед комитетом Палаты представителей. Когда я сказал, что люди не помогают науке в космосе, я вовсе не оспаривал, даже еще до комитета, что мы не должны никого отправлять. Но надо честно проговаривать, зачем мы это делаем. Это ради приключений. Вот почему. Но спонсировали не ради этого. Погоди, погоди, это же неправда. Я сам говорил, что замолчил. Да ты можешь так говорить. Но в этом нет никакого... В этом нет никакого смысла. Просто... Нет! Просто... Просто взгляди на историю, на любой крупный проект. Никто никогда не хотел ничего исследовать. Никакой науки, никакого любопытства. Все крупные и дорогие проекты затеивались из-за того, что люди не хотели умирать. Фактор войн. А еще из-за того, что можно разбогатеть. А большой андромный коллайдер... Да, а как же коллайдер? Коллайдер? Да что ты знаешь про коллайдер? Твой большой андромный коллайдер. Пожалуйста, напомни мне окончательную смету большого андромного коллайдера. Не знаю, где-то 10 миллиардов. 10 миллиардов. Это полгода финансирования НАСА. Думаешь, это большой бюджет? У нас в Америке нет. Да, бюджет НАСА около 17 миллиардов в год. Так всегда было. Ну да, ладно, это дорого, но не в масштабах того, о чем мы говорим. То, что там страны сбросились, не такие уж большие деньги. А большие, это... Миссия Шаттл стоила миллиарды. Полтора миллиарда. И должна только стоить. И стоит. А кто выписывает эти чеки? Те, у кого есть какие-то геополитические цели. А не потому, что им интересна наука. Наш супер коллайдер, с которого ты свою выгоду получил, свой сверхпроводящий супер коллайдер, его начали финансировать в начале 80-х, так? Длиной в две сотни миль. 60. 60 миль. 60 миль по окружности? 60 миль, да, по окружности. Я думал, что... Нет, можешь мне поверить, 60. Ладно. Брайан, 60. Да, 60. По окружности? Да. Да, мне все эти годы брали. Но нет. Ладно, неважно. И что? Итак, вот супер коллайдер. Мы, Америка, могли давным-давно найти бозон Хиггса. Но что случилось? Финансирование урезали. Почему? О, превышение бюджета, все дела, простите. Да? Все урезали в начале 90-х. А что произошло в 89-м? Создают Евросоюз. И внезапно физики, герои 20-го столетия, создавшие когда-то бомбу, больше не нужны национальной безопасности. И проект... Проект зарезали на раз-два. Вообще-то ты передергиваешь. Проект закрыли еще по более нелепым политическим причинам. Техасская делегация Конгресса проголосовала неправильно. Будь еще война, такого бы никогда не случилось. А еще Международная космическая станция. Это да. Но это на поверхности. А на самом деле все как всегда. Никто не хочет умирать. Так что мы оставим эту тему. Наука и политика неразрывно связаны. И по-моему... И политика всегда важнее. И по-моему, людям жизненно важно понять, что происходит на самом деле, чтобы их не обманывали политики. Политика должна быть основана на эмпирических доказательствах, а не идеологии или чем-то таком. Продолжение следует... Продолжение следует...